Уважаемые друзья Чем шарозерная пшеница интересна? Во-первых, это уникальное высокое качество Высокое содержание белка и клейковины Причем это высокое качество Сравнивается и получается на очень высоком урожае Поэтому вы можете получать зерно Содержание белка 16-17% И клейковины до 40% При урожайности 70-80-90 центров 17 гектаров Поэтому это пшеница Которая обладает и высоким качеством И абсолютно устойчива к полигонию Имеет очень жесткую соломину Она прям как проволочная Поэтому лучше других сортов выдерживают Сильные ливни, дожди, ветра И поэтому этот сорт и эта культура Наиболее приспособлены для возделания На высоком агрофоне Второй сорт шарозерной пшеницы Который районировал не только по северо-кавказскому региону Но и по нижнему волжскому Отличается очень высокой морозостойкостью Это сорт проскопия Также у этого сорта очень высокая качество зерна Устойчивость к полигонию Высокая адаптивность Он широко внедряется еще и в Курской области Вот хозяйство артель Давайте подойдем, пожалуйста, к стенду Уважаемые друзья Вот мы видим, что современные сорта шарозерной пшеницы Еремеевна и Просковья Уже сравнялись по урожайности со стандартными софтами мягкой пшеницы Вот стандартный сорт сильной мягкой пшеницы память В среднем дает урожайность 81 цент По одни с таким предшественникам за несколько лет То сорта Еремеевна и Просковья Имеют урожайность на уровне 80 цент Практически сравнялись Но по содержанию клейковины и белка Незначительно превосходит этот стандарт У сорта память в среднем 23 клейковины Это тоже расходный результат А у сорта Просковья Еремеевна 26-27,7 клейковины Значительно больше Значит, сорта шарозерной пшеницы Обладают очень высокими хлебопекарными качествами Первый сорт шарадов, пожалуйста Хлеб отдадает отличными качествами Причем даже добавление 20% муки Сорта шарадов в слабую пшеницу Вот здесь Увеличивает сразу выход хлеба Объемный выход хлеба Получается резко улучшаются хлебопекарные качества Поэтому шарозерная пшеница может быть И отличным сырьем для хлебопечения И отличным улучшением И для товарных партий, и для муки Сорт Еремеевна также обладает Отличными хлебопекарными качествами Вот вы видите хлеб из этого сорта Значит, зерно шарозерной пшеницы Как следует из названия Сферической формы Вот фотография мягкой пшеницы И фотография зерна шарозерной пшеницы Благодаря этой форме Она более технологична при переработке на муку Как показали наши опыты Переработки на муку Выход муки у нее 83,5% При сравнении, когда у мягкой 78,6% Практически на 5% выход муки выше Это получается на 5 кг Муки больше из центра зерна Чем из мягкой пшеницы Значит, используя потенциал шарозерной пшеницы Мы провели гибридизацию С третикалией получили впервые Шарозерную третикалия Передав ген шарозерности третикалия Вот перед вами новый сорт Третикалия шарозерной тит Который имеет на шарозерную пшеницу Очень жесткую проволочную соломину Устойшую к полиганию И также имеет повышенное снижение белка и клейковины И также он характеризуется Отличными хлебопекарными качествами Вот перед вами фотография Исходных сортов Валентин 90 родительского форма И сорт тит хлеб, пожалуйста, посмотрите Замешательные хлебопекарные качества Это и сорта, первый шаг в культуре Чтобы делать ее не только фуражной культурой Но и хлебопекарной Сорт тит райнирован и по северо-тавгазскому региону И по центральному региону Это Вятская, Рязанская, Тверская, Московская области Где очень суровые зимы Суровые условия перезимовки Но там он себя отлично зарекомендовал Очень морозостойкий, очень урожайный И сейчас основные посевы этого сорта На удивление расположены именно в Курской Белгородских областях Где он широко используется Для производства фуража И для производства муки для хлебопечения Поэтому обратите внимание на эту очень интересную культуру Вот что Сорт Шаразерна Трифика летит Ну, если нет вопросов, пожалуйста, я передаю Есть вопросы? Слушаем Скажите, пожалуйста, Валентин Чего имя? Валентин 90, значит, это Сейчас скажет автор, в честь кого назвал сорт Валентин 90 И будет дальше рассказывать Сорт Валентин назван в честь Димофеева Валентина Борисовича Который был руководителем этой программы До 2001 года Мы назвали сорт Валентин Андреевна Это сорт в честь Валентина Борисовича Он был первым оппонентом моей докторской диссертации Я догадался